Все больше казахстанцев выбирают жизнь в долг. Статистика ежемесячно рассказывает о росте задолженности числе заемщиков, которые не могут выплатить кредиты. Растет как общая сумма займов, так и количество просроченных платежей. Почему наши граждане влезают в долговую яму и как в нее не попасть, узнавала Евгения Мягченко. Получить кредит в наше время нетрудно. Его можно оформить онлайн. Одобряют такие займы почти всегда, вот только рассчитаться с ними намного сложнее. Микрокредитные организации выставляют огромные проценты, на которые люди вначале не обращают внимания. А по данным специалистов, человек, который живет в долг, постоянно испытывает стресс, что негативно сказывается на его физическом и психическом здоровье. Алина Артюхова говорит, что с постоянной регулярностью берет кредиты, ведь по-другому жить не получается. Я тоже являюсь человеком, который берет кредиты, но большее предпочтение я даю, конечно же, рассрочкам, так как, когда ты берешь кредит, в любом случае есть какие-то проценты, и бывают проценты просто заоблачные. Активы организаций, которые занимаются микрофинансовой деятельностью в стране, превышают 1 триллион тенге. Сумма активов за первые три месяца с начала года увеличилась на 12%. Микрокредитные организации и кредитные товарищества выдали казахстанцам займы равные 77 и более 94% от актива соответственно. Судный портфель всех казахстанских микрофинансовых организаций за первый квартал 2022 года увеличился на 107 миллиардов тенге. По состоянию на 1 апреля этого года составил почти 1,5 триллиона тенге. Специалисты микрофинансовой организации по телефону говорят, что с каждым годом число должников, отказывающихся возвращать заем, становится все больше, но комментировать на камеру отказываются. Экономист Майрат Каирленов убежден, что закредитованность казахстанцев объясняется не количеством кредитов, а высокими ценами на продукты. Он считает, что важно обратить внимание на такой показатель, как расходы населения на продукты питания. Ведь большая часть заработка людей уходит на еду. В 2007 году у нас он составлял 36%. Для сравнения, это было в странах Центральной и Восточной Европы, допустим, в Румынии. Это одна из самых бедных стран Евросоюза. Там у них был в районе 25% это показатель. У нас 36%. Ну, как-то более-менее сопоставим. Если взять 2021 год, то мы видим, что у нас уже показатель расхода населения на продукты питания 54%. Ну, вот в среднем по Центральной и Восточной Европе. То есть мы не берем там Германию, Францию. Мы берем вот Польша, Чехия, Венгрия, бывшие постсоветские страны. У них этот показатель 18% в среднем. У нас, как я сказал, 54%. И вот по этому показателю мы сравнимы со странами Африки южнее Сахары. Специалисты утверждают, к кредитам нужно подходить ответственно. Перед тем, как его оформлять, стоит взвесить все за и против и просчитать возможные последствия. Евгения Мягченко, Манбаймбет, Информбюро, Павлодарская область.